Всем привет, ребят! Я Соммерс, и сегодня у меня на канале ролик ТОП 10 разгрузочных дней. Все эти монодиеты я проверила на себе. Да, то есть в описании вы сможете найти 10 роликов, где я проверяю все эти монодиеты и узнать более подробно, как это у меня проходило и какой был результат. Именно вы посоветовали мне сделать этот ТОП, что показалось мне просто отличной идеей, ведь будет очень удобно узнать, какой из них мне понравился больше, а какой меньше. Перед просмотром помни, чтобы подписаться на мой канал и также нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили все мои новые ролики. Думаю, стоит напомнить то, что разгрузочный день это такая своего рода маленькая диета, разгрузка, которая у вас должна проходить не чаще, чем один раз в месяц, а базироваться она может практически на чем угодно. Начнем с конца. Место номер 10 я решила дать шоколадной диете. Это тот день, в который вы питаетесь только шоколадом, правда, только горьким. Если честно, я просто не фанат вообще горького шоколада, ни в какой его сфере. Я его, так и говоря, ненавижу. Но есть некоторые исследования, которые показывают, что шоколад отлично улучшает обмен веществ, особенно если съедать его в небольших количествах на дощах. В этом ТОПе вообще не будет разгрузочных дней, которые не удались. Я, в принципе, такие не выкладываю. Почему 10 место? Эта разгрузка, она просто-напросто не для меня. А, приходилось есть тот продукт, который я и так не очень люблю, то есть заставлять себя. Но если вы любите горький шоколад, то это прям для вас отличный вариант. Девятое. Бананы. Кстати, не знаю, появилась эта разгрузка уже на моем канале или нет. Если нет, то ждите и скоро будет. Вы знаете, что в бананах есть куча всего полезного, и на них реально можно протянуть очень долгое время, если вдруг вы остались совсем без еды, и у вас по какой-то причине есть только бананы. Кто попадет на безлюдный остров, ищите сразу же бананы, а потом все остальное. На них вы сможете протянуть. Они довольно-таки калорийные и отлично насыщают. Также в них очень много всяких микроэлементов, которые необходимы человеку. Но есть минус. Также они довольно-таки сладкие, и там много калорий. Поэтому результат так сильно не радует, как на других диетах. И в принципе, такая доза фруктозы, это уже как-то слишком. Разгрузка на детском питании. Лично мне она понравилась просто по одной причине. Эту баночку можно просто вскрыть, поесть. Вскрыл, поел. Звучит немного странно в таком ключе, но ладно. Вам не нужно абсолютно ничего готовить, но вы получаете готовое блюдо. То есть, если вы помните этот ролик, там были и макароны с какой-то индейкой, и рыбная рагу, фруктовое пюрешко. В общем, все то, о чем может мечтать ребенок, этот ребенок. Никаких вредных веществ в этом питании не содержится, потому что оно уже для деток все-таки. Как отлично это помогает, уже не важно. Ведь это настолько удобно. Мне приходится голодать, если съесть этих баночек достаточно. Но также они могут быть от разных фирм и стоить по-разному. Скажем так, что обойдется такая разгрузка вам чуть подороже, чем разгрузка на воде, например. Яблоки это также прекрасный разгрузочный день. Они помогают вам не только избавиться от лишнего веса, но также и очищают ваш желудок. Всякие застои там. Я думаю, вы замечали, что после того, как съедите яблочко, что-то там в желудке происходит. Он прям как будто очищается. Это также хорошо для ваших зубов, потому что оно работает как зубочистка. Не зря же есть такое выражение, an apple, a day keeps a doctor away. Это тоже довольно-таки полезно. Все результаты вы знаете, где посмотреть. В зависимости от того, какая диета вас заинтересует. Как вы поняли, мне нравятся именно не диеты, а разгрузочные дни. Просто потому, что каждый может выбрать что-то свое. Я вам называю сейчас просто топ-10 того, чего я уже проверила. То есть представьте, как много этих диет есть еще. Кажется прям абсолютно реальным найти тот продукт, от которого вы без ума есть его прям на протяжении целого дня. Только его. При этом не навредить ни своему здоровью и похудеть. Гречка. Я хотела сказать, что это отличный продукт для разгрузки, но по-моему я уже сказала эту фразу после каждого пункта. Так вот, все эти продукты отлично подходят для разгрузки. Как по мне. Вы прекрасно знаете, насколько полезная гречка. Если вы ее любите, для вас прекрасно. Я не люблю. Результат был хороший. Поэтому такое место. Если вы съедите там где-то жменьку гречки, две, то вы можете наполнить как-то ваш желудок. И вам уже не будет хотеться постоянно есть. Рисовый разгрузочный день. Один из моих любимых. Но решила его все-таки поставить на пятое место. Потому что по эффективности он не такой крутой, как следующее. Но навсегда в моем сердце, потому что я очень люблю рис. Кстати, да, солить ничего нельзя, поэтому придется переть его в сухую. Но даже таким мне он очень нравится, в отличие от той же самой гречки. Огурцы. Огурцы. Это действует практически так же, как вода. Но вы не пьете, вы едите. И ваш мозг, он как бы в курсе, что вы именно едите. Вы откусываете, жуете. И из-за этого вам хочется кушать намного меньше, чем когда вы сидите, например, на водном разгрузочном дне. Из-за этого оно проходит легче. Минус. В свой сезон делать такое на огурцах просто отлично. Но если это зима, можно так еще и сбросить килограмма три, просто просидев в туалете целый день, да. Ждите органической пищи и тогда пробуйте такое. Огуречная диета была одной из первых, которую я проверила для вас. Было это давно. Я не помню, какое это было время года. Но мне тогда было не очень хорошо и приятно есть огурцы. Так что точно не сезон. И мы переходим к золотой тройке. Дальше будет топ-3. Третье место занимает разгрузка на воде. Это тот день, который по результатам для меня был самым эффективным. Понятно из-за чего. Вы не едите в этот день ничего, а только пьете водичку. При этом присутствует, конечно же, голод. Вы хотите есть постоянно и чувствуете дискомфорт. Это сложно, да. Поэтому третье место, хоть это и самое эффективное. Второе место неожиданно занимает шоколадно-кофейная диета. Если помните, шоколадная заняла последнее место. Но шоколадно-кофейная мне понравилась намного больше. Наверное, потому что на ней был отличный результат. Она не была сложной и за кофе можно постоянно себя бодрить. Самым главным параметром для меня во время составления ТТОПа был вообще, например, не конечный результат, не лёгкость, не цена, а то, как вы чувствуете, что ваш организм очищается. Лично с кофе можно почувствовать это прекрасно. Оно как будто его расслабляет и всё ненужное выходит. Потому что разгрузочный день, он существует не только для того, чтобы вы похудели, а ещё для того, чтобы организм очистился от всяких токсинов и всего плохого. Это важно. Именно поэтому победитель у нас это разгрузочный день на чае Пуэр. Если вы посмотрите этот ролик с разгрузкой, то вы поймёте, насколько сильно меня впечатлило и как мне понравилось чувствовать, как весь этот чаёк Пуэр, который я выпиваю, меня очищает. Вот серьёзно. Я проснулась с таким ощущением, как будто всё плохое из меня вышло. И это было очень круто. За это ему первое место. По тем роликам я также получила много вопросов, где же можно купить такой чай. Во-первых, он должен продаваться в чайной лавке. Я, в принципе, его там покупаю. Думаю, во всех городах он есть. Он не популярен из-за того, что имеет специфический вкус. Например, есть чай Пуэр, который называется Носки Императора. И как вы думаете, чем он пахнет? Да, именно носками. Я согласна с тем, что такой может пить не каждый, но мне он очень по вкусу. Именно сама вот эта вот его густота и насыщенность мне очень нравится. Больше, чем какой-либо другой чай. На день я советую вам запастись двумя таблеточками такого чая, если они маленькие, причём брать тот, который постарше. Потому что он будет прям такой наваристый. Вы поймёте разницу. Заваривать его можно несколько раз. Да, и в целом такие таблеточки стоят не особо много. Не забудьте ещё, что нужно его правильно заваривать. Я вам рассказывала, как это делать. Плюс этот чай заряжает вас энергией. То есть вы не так срыдаете, что прям вам ничего не хочется делать за то, что вы не поели и чувствуете какой-то упадок сил. То на чай Пуэр у меня такого не было. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Я не могу поверить, что я так много разгрузочных дней проверила для вас. Напишите мне, какой из них вам больше всего нравится. Или, возможно, у вас есть ещё какой-то другой, который я ещё не проверяла, который отлично работает на вас. То напишите всё, пожалуйста. Я бы с радостью проверила то, что нравится вам. Ставь пальчик вверх, чтобы поддержать этот ролик в одном внизу. Па-па-па-па! Субтитры сделал DimaTorzok